Всем доброго дня! Сегодня я расскажу о кормлении старых больных собак. Ну и начнем с того, что давайте определимся, с какого же возраста собаки считаются старыми, стареющими. Обычно это с 8 лет, но есть такие породы, которые уже в 6 лет, ну вполне могут считаться очень старыми, потому что в 7-8 лет они уже погибают. Такие собаки, как немецкий дог, ирландский волкодав. К сожалению, это не просто мои выдумки, можете поспрашивать в питомниках. В общем, я считаю, конечно, там надо что-то менять, как-то улучшать породу, не в плане внешности, а все-таки их долголетию. Вот, потому что есть другие породы, которые также очень крупные, даже гигантские и тяжелые, которые стареют с 80 лет и даже порой живут лет до 15. И это вполне нормально. Вот, есть собаки мелкие или средние породы, или там даже выше средних пород, более спортивно сложенные, которые стареют с 10 лет, а то даже и с 12. И очень долго живут. Но в этом случае, если эти собаки бегают, прыгают, играются, живут и радуются жизни, то есть у них нет никаких болячек, то даже хоть они считаются вроде как старыми, я бы не меняла им никакого питания. То есть как кормили, так и продолжайте в том же духе, и будет вам счастье, будет все отлично. Но если же уже собака очень старая, и у нее по здоровью, естественно, начинают там быть проблемы какие-то с шерстью, или с суставами, или с зубами, или там сердце, ну то есть неважно, то нужно немножечко поменять свое отношение к кормлению данной собаки. Во-первых, я бы исключила, категорически исключила, ну даже для просто старых собак, даже не для больных, это кости, любые костные включения, просто убрать. Второе, это, естественно, добавила бы кормление одно или два, то есть если вы раньше кормили один раз в день, или два раза в день, то теперь вы кормите три или четыре раза в день. Но сами дозы кормления уменьшаются, в общем, вы поняли, дозировка уменьшается, но увеличивается датчик кормления. Следующее, ну чтобы проще было, легче переварить желудком всю эту пищу, потом, естественно, мы даем теперь мясные продукты, мелко нарезанные. Это не значит, что натрите на терку или через мясорубку, нет, просто мелкие кусочки, чтобы собачка просто глотала их. То есть жевать ежу уже тяжело, да? Следующее, обязательно должна стоять рядом вода. И еще заметьте, если собака старая уже плохо, ну мало пьет воды, это очень часто бывает, то потом могут приключиться какие-то проблемы с желудком, могут быть запоры и так далее. То есть собаке старой очень нужно много воды. А, к сожалению, они в основном, наоборот, отказываются от воды, ну то есть очень мало пьют. То давайте добавлять в еду все-таки водичку или какую-то жидкость, ну то есть что-то должно быть очень жидко. Не очень жидко, но пожиже, да? То есть чтобы она хотя бы с пищей ела, пила воду. Вот, если так, и еще, если собака уже больная, старая, то обязательно включите хондропротекторы, глюкозамины и другие витаминчики всякие. То есть я бы включила, как это вот называется, когда макро-микроэлементы, все витамины, то есть в комплексе, и как добавочку добавляла бы в еду. Вот так вот. Дальше. Ну и еще хотела сказать. Если вы кормили всю жизнь собаку натуралкой, то и продолжайте, естественно, ей кормить. Ни в коем случае в старости не начинайте переключать ее на сухой корм. Ну и также наоборот. Если вы всю жизнь кормили сушкой, сухими кормами, ну или даже не всю жизнь, а, например, последнее время, то продолжайте кормить сухими кормами, потому что старой собаке очень сложно перестроиться, практически невозможно. И так, ну и тогда, естественно, начинаются проблемы не только с желудком и так далее. То есть, если вы кормите сухими кормами, то обязательно обратитесь к ветеринару за помощью, потому что есть корма специально разработанная для тех собак, у которых проблемы с суставами, сухожилиями и так далее. Есть те, которые для сердечников, есть для аллергетиков. То есть, это вам только должен означать ветеринар, а не кто-то с видео или там еще кто-то. Даже заводчики. Лучше все-таки следовать советам ветеринара. Вот. Ну, что еще? Да, из-за сухих корма. Ну, я так знаю, что многие кормят просто, чисто насыпают сухой корм, а рядом ставят водичку. Ну, как бы можно, конечно, и так, но желательно все-таки хотя бы немножечко добавлять сухой корм. А когда старая собака, и тем более больная собака, тут я уж 100% вас уверяю, нужно не просто добавить капельку водички в сухой корм, а именно разбавить водичкой сухой корм. Ну, потому что вы поняли, что старые собаки, еще и больные, очень часто, очень плохо пьют воду. Так, ну и... Как бы по кормлению, я думаю, все, потому что какой-то там супер рацион какой-то менять, составлять не стоит. Все я рассказывала в прежних видео, если хотите послушать за натуралку, то слушайте за натуралку, там все подробненько, там за сухой корм, там, конечно, поменьше. Вот. И еще, вспомнила, еще стареющим собакам уже не то, что нежелательно, как бы я бы сказала, что вообще лучше не давать жирную пищу, в смысле даже мясо жирное. Если когда молодая собачка, то там иногда можно там что-то с жирком, да, там или вообще просто жирненькое мяско, типа свининки, там и так далее, то уже старой собаке это нельзя. Вот. То же самое касается кисломолочных продуктов. Тоже давать лучше старой собаке уже обезжиренные кисломолочные продукты. Ну, на этом, наверное, и все. Ну, вы поняли. Есть еще собаки, которые вот болеют чуть бы не с самого детства. То есть, больные собаки молодые. То тут опять не надо слушать какие-либо видео или советы по видео. Надо вести свою собаку к ветеринару. И пусть он выясняет, в чем же проблема у вашей молодой собаки. И чем лучше кормить. Только ветеринар может вам правильно посоветовать. Всем спасибо. Всем до новых встреч. Пока-пока.